Трейдеры, меня зовут Дмитрий Олексинцев, я финансовый консультант в компании Markets. И сегодняшнее видео будет посвящено платформе X-Social. X-Social – это прогрессивная форма инвестиций, платформа, позволяющая осуществлять копирование сделок, но с возможностью контроля и участия с вашей стороны. Вы подбираете для себя прибыльную стратегию для копирования, но при этом имеете возможность сделать ее еще лучше, еще более безопасной, а соответственно и прибыльной. Для того, чтобы приступить к копированию сделок в X-Social, необходимо зарегистрировать соответствующий торговый счет на сайте компании Markets. Для этого необходимо пройти в раздел «Трейдинг» на сайте компании Markets, выбрать платформу X-Station либо X-Social и нажать на кнопку «Открыть торговый счет». Все, торговый счет создан, и вы увидите имя пользователя и пароль для доступа к вашему торговому счету в X-Station. Также в этот момент на ваш адрес электронной почты приходит письмо, содержащее всю необходимую информацию для доступа к вашему новому торговому счету. Аналогичным образом вы можете открыть новый торговый счет через личный кабинет. Для этого пройдите в личный кабинет, выберите раздел «Счета» и укажите строку «Открыть новый счет». На появившейся странице необходимо выбрать один из двух X-Station счетов. Для того, чтобы перейти к описанию платформы и скачать ее на ваш компьютер, необходимо перейти в раздел «Трейдинг» на сайте компании Markets и выбрать описание платформы X-Station либо X-Social. На появившейся странице вы можете выбрать один из вариантов – запустить X-Station в браузере или скачать его для Windows и запустить отдельным приложением после. Итак, когда мы открываем платформу X-Station, видим перед собой три вкладки – Forex, X-Social и X-Store. X-Station дает вам возможность торговать самостоятельно. В платформе представлено более полутора тысяч инструментов. Безусловно, на данном этапе нас интересует X-Social. Давайте разберемся с интерфейсом платформы X-Social. Рабочая область платформы X-Social состоит из нескольких окон, каждая из которых является неотъемлемой частью для грамотного подбора провайдера сигналов, составления инвестиционного портфеля и контролем за открытыми позициями при копировании. Давайте рассмотрим рабочую область подробнее. В левом верхнем углу вы видите основное окно, содержащее список стратегий провайдеров сигналов. В правом верхнем углу находится статистика по каждой стратегии или провайдеру сигналов, которые вы будете рассматривать. Справа снизу находится портфель трейдера. Здесь будут отображаться именно те провайдеры сигналов и их стратегии, которые вы добавите в свой инвестиционный портфель. Внизу расположено окно, в котором отображаются ваши открытые сделки, позиции, которые вы копируете за провайдерами сигналов. Окна на рабочей области платформы XSOCIAL можно свободно менять местами и временно отключать по мере необходимости. Для этого необходимо зайти в настройки и нажать на наименование того окна, которое вы временно хотите отключить. Продолжение следует... Также любой из окон можно увеличить до полного размера экрана. Для этого необходимо нажать на соответствующую иконку в правом верхнем углу каждого из окон. Давайте подробнее остановимся на каждом из окон рабочей области платформы XSOCIAL. Для начала перейдем к окну списка провайдеров и их стратегий. Как видите, в данном окне есть две основные вкладки – список стратегий и список провайдеров. Перейдя во вкладку «Список провайдеров», мы увидим таблицу, содержащую список трейдеров, сделки которых мы можем копировать в данной платформе. В XSOCIAL представлено более чем полторы тысячи провайдеров и статистика их торговли. Также все представленные управляющие торгуют в лицензированных в ЕС брокерах. Стоит понимать, что у каждого из провайдеров сигналов есть несколько стратегий, каждую из которых мы можем копировать в отдельности. Перейдем к списку стратегий. Окно «Список стратегий» и «Список провайдеров» представляет собой таблицу, которую мы можем отфильтровать по нескольким значениям, таким образом сузив круг поиска необходимых нам провайдеров сигналов. Давайте пройдемся по наименованиям таблицы. Первый столбец называется «Трейдер», в нем вы увидите имя провайдера сигналов и флаг страны, резидентом которой он является. Второй столбец «Символ», в нем содержится информация о наименовании финансового инструмента, по которому торгуется та или иная стратегия. Третий столбец называется «Прибыль», в нем находится информация о доходности данной стратегии на момент последней завершенной сделки. Четвертый столбец «Эквити», то есть средства. В данном столбце отображается информация по всем сделкам трейдера, включая залоговые средства и незакрытые сделки. В пятом столбце отображается количество совершенных трейдером сделок за тот или иной промежуток времени. В следующем столбце отображается информация по максимальной просадке, допущенной трейдерам по той или иной стратегии. Стоит отметить то, что столбцы «Прибыль», «Эквити» и «Максимальная просадка» отображаются в пунктах. В следующем столбце указывается продолжительность существования той или иной стратегии в днях. В следующем столбце находится информация по направлению последней сделки. Соответственно, здесь мы можем увидеть, что последняя сделка по той или иной стратегии была на открытие или закрытие позиции. Это была позиция на покупку или на продажу. В следующем столбце, который носит название «Копировать», находятся кнопки, при нажатии на которые мы добавляем стратегию в наш инвестиционный портфель. В предпоследнем столбце «Добавить в избранное» мы можем нажать напротив соответствующей стратегии, которую выделили для себя, и добавить ее в избранное для того, чтобы впоследствии к ней вернуться. В крайнем правом столбце, который называется «Выигрыш», в процентах отображается информация по соотношению прибыльных и убыточных сделок трейдера по той или иной стратегии. Стоит отметить, что все эти данные мы можем выстроить как за весь период существования стратегии, как за три месяца, так и за один. Для того, чтобы применять фильтр, нам необходимо нажимать на стрелку сверху от именования того или иного столбца. Таким образом, данная таблица была построена с учетом фильтра по количеству сделок со значением выше 50. Для отмены фильтра необходимо также нажать на значение выше наименования столбца и нажать на кнопку «Убрать фильтр». Данное окно, помимо списка стратегий и списка провайдеров, содержит вкладку «Настроение рынка». Здесь мы можем увидеть соотношение открытых позиций по различным инструментам всех провайдеров-сигналов, которые представлены в платформе X-Social. Помимо этого, здесь расположены отдельные окна «Выигравшие и проигравшие», в которых находится информация по соотношению открытых сделок теми провайдерами сигналов, которые на данный момент находятся в прибыли или в убытке соответственно. Также в правом верхнем углу представлено соотношение открытых сделок по различным инструментам именно тех провайдеров-сигналов, которые мы предварительно добавили в избранные в списке стратегий или списке провайдеров. Помимо этого, вы также можете отфильтровать данные «Настроение рынка» по принадлежности провайдеров к определенной стране. Давайте перейдем к окну статистики стратегий. Выбрав понравившуюся нам стратегию, мы увидим в правом верхнем углу в окне статистики стратегий подробную информацию по данной стратегии. Как видим, в данном окне частично дублируется информация из списка стратегий и провайдеров сигналов. Это прибыль, средняя прибыль, максимальная просадка, они указываются в пунктах, количество сделок, также уровень залога или маржи. В том числе здесь также отображается информация, содержащая результат выигрышных позиций и результат проигрышных позиций. Данная информация также отображается в пунктах. Соответственно, исходя из этой информации, мы можем увидеть, что по данной стратегии максимальная прибыльная сделка была на 1477 пунктов, а максимальная убыточная на 663. Средняя прибыль по сделке составляет 312 пунктов, а средний убыток – 286. В правой части данного окна находится график, отображающий прибыль в пунктах по данной стратегии. Чуть ниже мы можем увидеть несколько вкладок «Прибыль за месяц», «Средства» и «Прибыль убыток сделок». В первой вкладке «Прибыль за месяц» мы можем увидеть, как в течение месяца распределялись прибыль и убыток по данной стратегии. Как видим, за январь и февраль 2016 года по данной стратегии была получена прибыль, убытка получена не было. Перейдем к следующей вкладке «Средства». На данном графике отображаются средства, то есть «Эквити» по текущей стратегии. Таким образом, сопоставив график «Прибыль и средства», мы можем увидеть, насколько стабильно достигалась доходность по текущей стратегии. Как видно, в определенные числа января допускалась определенная просадка, однако на графике доходности мы этого не видим. Это может сказать нам о том, что трейдер, торгующий по текущей стратегии, порой допускает пересиживание убытков, что подчеркивает необходимость аккуратного подхода к копированию данной стратегии. В следующей вкладке «Прибыль и убыток сделок» мы можем увидеть количество прибыльных и убыточных сделок, закрытых в определенный месяц. Теперь давайте перейдем в раздел «История провайдера». В данном разделе отображается информация по всем закрытым сделкам по текущей стратегии за определенный период. Период мы можем настраивать вручную с помощью данных окон. Я выбрал период с 1 января по 7 февраля и список построился автоматически. Мы видим, что за данный период было совершено достаточно большое количество сделок по немецкому индексу DAX. Стоит отметить, что все столбцы в данной таблице мы можем настраивать вручную. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на любой области данного окна и выбрать «Настроить просмотр таблиц». В появившемся окне мы можем задать наименование столбцов для отображения. Я рекомендую добавлять в столбцы для отображения время открытия сделок. Данный факт, опираясь на время открытия и закрытия сделки, позволит вам проанализировать, как долго трейдер находился в позиции, прежде чем получить определенную прибыль или убыток. В следующем разделе «Позиция провайдера» находится информация о текущих открытых сделках по той или иной стратегии. Как видим, на данный момент открытых сделок нет. Таким образом, платформа X-Social дает вам определенное преимущество. До того, как вы начнете копировать сделки по определенной стратегии, вы можете понять, в какой позиции сейчас находится трейдер и можете спрогнозировать, что вы можете ожидать от него в будущем. Перейдем к подбору стратегий по определенным критериям. При подборе стратегий для копирования я рекомендую изначально опираться на столбец выигрыш. Это позволит вам отсеять, во-первых, тех трейдеров, которые зачастую ошибаются при открытии сделок, и в том числе поможет отсеять тех трейдеров, которые пересиживают убытки. Исходя из этого, я рекомендую отфильтровывать столбец выигрыш по значениям от 55 до, например, 80. Если же мы будем рассматривать для копирования те стратеги выигрыш, по которым всегда стопроцентный, мы получим примерно следующий результат. Для примера могу предложить обратить внимание на эту стратегию. Мы видим, что кривая доходности достаточно ровная и постепенно увеличивается. Однако, если обратим внимание на график средства, то есть equity, видно, что данный трейдер на данный момент находится в просадке. Была открыта сделка 5 ноября и до сих пор она не закрыта. Рекомендую фильтровать столбец выигрыш по значениям 55-80. Можете попробовать выбрать свои значения, но я придерживаюсь данных. Далее стоит понимать, что так или иначе нас должна интересовать стратегия, которая торгуется уже достаточно давно. Также прошу обратить внимание, что мы можем отфильтровать список стратегий по столбцу максимальная просадка. Я рекомендую здесь выставить хотя бы минус 1000 пунктов. Это застрахует нас от отображения тех стратегий трейдера, по которым находится в серьезной просадке периодически. Не забываем о том, что мы в том числе можем отфильтровать список стратегий по столбцу количества сделок за определенный промежуток времени. Так или иначе, все-таки необходимо подбирать стратегии, которые торгуются достаточно активно. Мы получаем таблицу, которая сформирована, исходя из наших установленных фильтров. Начинаем просматривать стратегии с данной таблицы, опираясь на графики прибыль и средства. Видим, что есть стратегии по евро-доллару, которые торгуются более 200 дней. Было совершено за это время 440 сделок, то есть примерно 2 сделки в день осуществляются. Прибыль и эквити в целом положительны. Данная стратегия достойна внимания. В случае, если вы не боитесь временных просадок по счету, вы можете добавить данную стратегию в избранное. Для этого мы помечаем данную стратегию соответствующим символам. Аналогично предыдущему варианту, я ранее уже пометил эту стратегию, добавил ее в избранное. Привлекательный вариант для инвестиций. Стратегия по нефти марки Brent совершено практически 100 сделок за это время. Как видим, также возможны определенные просадки, но торговля по данной стратегии имеет положительную динамику и по графику прибыль, и по графику средства. То есть стоит понимать, что добавление данной стратегии в портфель трейдера необходимо будет аккуратно отнестись к выставлению объемов при копировании. Таким образом, я подобрал несколько стратегий, к которым мы можем вернуться, если упорядочим таблицу по столбцу избранное. Я решил немного поэкспериментировать и смягчить условия при подборе стратегий, и таким образом добавил в избранную стратегию, которую вы уже видели в этом видео. Данная стратегия по финансовому инструменту DAX торгуется на самом деле недавно, всего 29 дней, но за это время осуществлено 64 сделки, что говорит о том, что трейдер достаточно активный, в том числе процент выигрыша 83. Если мы обратим внимание на историю провайдера за этот промежуток времени, то увидим, что было на самом деле закрыто несколько серьезных убыточных сделок, но при этом есть и прибыльные сделки, и их количество, и их максимальная прибыль с каждой сделки практически в разы превосходит убытки по убыточным сделкам. На данный момент открытых позиций у провайдера нет. Я добавлю данную стратегию для копирования минимальным лотом. Для этого я нажму кнопку «Копировать» и в появившемся окне выберу настройки копирования. Изначально мы можем выбрать автокопирование или контракопирование. Автокопирование означает, что сделки будут открываться в ту же сторону, что и у провайдера сигналов. Контракопирование говорит о том, что мы будем открывать сделки в противоположном направлении. Далее мы можем установить объем для копируемых сделок в автоматическом режиме, либо вручную. Я рекомендую выбирать режим вручную и, исходя из размера вашего собственного капитала, подбирать объем для копирования сделок. Если вы еще не уверены в стабильности стратегии, которую будете копировать, рекомендую поставить минимальный лот для того, чтобы посмотреть, как пойдут дела. Если в вашем распоряжении достаточно серьезный торговый капитал, вы можете увеличить объем копируемых сделок, исходя из этого факта. Далее мы можем задать максимальный общий убыток. Он может быть выражен как в долларах, так и в пунктах. Таким образом, мы можем установить, что для данной стратегии мы готовы потерпеть убыток в размере, например, 200 долларов. Как только будет получен максимальный общий убыток в размере 200 долларов, данная стратегия в портфеле трейдера будет отключена, а все сделки, открытые по сигналам данного провайдера сигналов, будут закрыты. Следующий пункт – максимальный суммарный объем открытых копируемых позиций. Дело в том, что некоторые трейдеры при своей торговле открывают сразу несколько сделок. Таким образом, у определенного провайдера сигналов может быть открыто сразу 10, 20 и более сделок. Исходя из этого, я рекомендую воспользоваться возможностью ограничения максимального суммарного объема открытых копируемых позиций и выставить его на определенном значении. Предположим, если мы задали объем для копируемых сделок в размере 0,05 лота, мы соглашаемся с тем, что в совокупности готовы открыть 5 сделок по данной стратегии. Таким образом, в данном поле необходимо ввести значение 0,25. Нажимаем ОК и данная стратегия добавляется в портфель трейдера. Для того, чтобы понять, каким объемом необходимо копировать сделки по той или иной стратегии, необходимо пройти на сайт компании A-Markets в раздел «Трейдинг», «Условия торговли» и зайти в раздел «Спецификации инструментов». Здесь вы увидите спецификации всех инструментов, которые доступны для торговли в компании A-Markets. Перейдем в раздел «Индексы». Найдем «ДАКС». Как видно, залог в долларах за один лот составляет 2311 долларов 13 центов, а стоимость пункта в долларах за один лот – 2 доллара 82 цента. Аналогичную информацию вы сможете увидеть и по любым другим инструментам, которые предоставляются для торговли в компании A-Markets. Стоит отметить, что в самое ближайшее время количество инструментов, доступных для торговли в компании A-Markets, возрастет с 700 до примерно 1500. Вернемся в платформу X-Social. Когда стратегия добавлена в ваш инвестиционный портфель, вы можете в любое время изменить параметры копирования. Ровно ту же информацию, которую вы указывали при добавлении стратегии в ваш портфель, вы можете изменить в моменте в любое время. Эта информация отображается в портфеле трейдеров в соответствующих столбцах. Аналогичным образом добавим в инвестиционный портфель еще пару стратегий. Одна из стратегий, которые я добавил в избранное, торгуется по S&P 500. Если мы обратимся к истории провайдера за выделенный нами промежуток времени, то увидим, что был закрыт ряд положительных сделок. На данный момент сформирован инвестиционный портфель из нескольких стратегий. В любое время мы можем отключить от копирования сделок определенную стратегию и заново ее включить, не убирая ее из нашего инвестиционного портфеля. Для этого используется специальная кнопка. Данное действие может потребоваться, если вы решили сконцентрировать ваши средства на определенной стратегии. Таким образом, в этот момент вы можете увеличить объем копируемых сделок по активным стратегиям. Таким образом, вы можете увеличить объем копируемых сделок по активной стратегии за счет неиспользуемых средств. В любое время вы можете включать и отключать стратегии в вашем инвестиционном портфеле. Исходя из сформированного вами портфеля, в ваших открытых позициях будут появляться сделки в тот момент, когда соответствующий провайдер будет открывать сделку у себя на счете. При этом у вас будет полный контроль над открытыми позициями, то есть вы сможете самостоятельно выставлять уровни стоп-лосс и тейк-профит, а также вручную закрывать все сделки, которые были открыты посредством сигнала от данного провайдера. Стоит отметить ряд преимуществ сервиса X-Social, таких как полная анонимность инвестиций, возможность контракопирования сделок, круглосуточный доступ к торговой платформе и любой сделки с любого устройства, подключенного к интернету. Как вы уже убедились, у вас будет полный контроль ваших инвестиций, управление капиталом целиком и полностью в ваших руках. При этом у вас появляется возможность копирования сделок более чем полутора тысяч провайдеров и просмотра статистики их торговли. Как уже отмечалось, все представленные управляющие торгуют в лицензированных в ЕС брокерах, а услуги X-Social регулируются с Айсак. Также отсутствуют какие-либо комиссии за копирование сигналов, то есть вся заработанная прибыль ваша, а минимальная сумма собственного капитала составляет всего 100 долларов США. Напомню, что на сайте компании A-Markets вы сможете найти ряд инвестиционных портфелей X-Social, разделенных по степени риска. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...